всем привет это test drive tv и в очередном обзоре антикоррозийной защиты современных автомобилей у нас hyundai creta ну что внимательно разберемся что из себя представляет чудесный автомобиль hyundai creta машина интересная и очень и очень важно посмотреть что снизу она себя представляет и как она защищена с точки зрения скрытых полостей с завода и что нужно делать и постараюсь вам дать рекомендации стоит пластиковая защита картера двигателя она себя представляет точнее не защиту картера двигателя естественно она не не будет защищать от какого-то удара который может повредить картер двигателя она больше представляет из себя защиту от грязи которая может попадать моторный отсек достаточно полная а в принципе для ежедневной езды по городу по такому слабому бездорожью этого достаточно мы видим что с завода центральный тоннель ничем не защищен голый металл загрунтованный вот но в дилерском центре уже дополнительно на усилители днища наложили дополнительный мастичный антикорд черного цвета вот эту всю конструкцию эту конструкцию и между ними на днище посчитали что это будет достаточно для того чтобы защитить автомобиль от коррозии ну на первый взгляд вполне возможно этого достаточно только это полумера потому что коррозия начинается не с наружной части этих элементов а именно изнутри начинает вот допустим вот есть сочленение она явно видно хорошо это сочленение будет гнить изнутри если его не законсервировать изнутри не пролить антикором а сверху в верхний слой этот он будет только маскировать этот процесс поэтому важнее изнутри мы сейчас посмотрим что сделано в этой машине изнутри посмотрим что что представляет из себя скрытая полость вот усилитель днище вот это вот левый да мы достали заглушку достаточно большую эндоскопом во внутрь проникнем и посмотрим какой антикор нанесен на эту внутреннюю полость видим что голый покрашен на металл и никакого консерванта внутри нету вот я могу пальцем удостовериться пальцем залезть и посмотреть то есть если нанесен какой-то состав поверхность становится липкая как как после воскования здесь же поверхность влажная так как кандидат скапливается хоть эта полость и заглушена заглушками и дренажных отверстий нету но внутри она влажная что подтверждает мои слова о том что это скрытая полость обязательно должна быть защищена изнутри упор нужно делать новой машине как раз на защиту этой скрытой полости изнутри они снаружи снаружи коррозии долго не будет появляется а изнутри постоянно вот эта влага постоянные динамические нагрузки на сварные соединения из которого состоит этот элемент будут давать себе знать в этой машине это не сделано и обязательно нужно это сделать обязательно антикор в эту внутреннюю полость ну что посмотрим что из себя представляет порог изнутри внутри он представляет из себя скрытую полость достаточно обширную и частично по какой причине частично не могу понять обработанную методом воскования я предполагаю что это заводской антикор а вот полость которая в правой стороне экрана в уголке она абсолютно голая на нее антикор не нанесен что считаю неправильным рекомендую полностью пролить этот элемент антикор вне зависимости от того что он частично обработан завода да тоже очень важно все проблемы будут начинаться именно изнутри порога не снаружи потому что наружная часть порога защищена пластиком используется в дизайне этого автомобиля пластиковые накладки на арки колесные на пороге и внешнее воздействие снаружи на порог минимизировано а вот изнутри очень важно этот порог пролить антикором он здесь из завода сделан только частично что посмотрим на очень показательную часть нищие этого автомобиля это центральный туннель он здесь не защищен мастичным антикором моя версия люди которые делали дополнительный мастичный антикор на вот эти выступающие элементы днищины усилителя решили что центральный туннель туннель не подвержен влаги воздействию реагентов и поэтому на его поверхности не будет возникать коррозия я могу сказать что это логика неправильная и дальнейшая эксплуатация этого автомобиля подтвердит почему потому что вот в этом центральном туннеле есть сочленение с помощью точечной сварки вот в них и будет зарождаться коррозия потом будет вылазить наружу поэтому если и защищать нищий автомобиль это защищать его полностью как эти части еще так и вот эту центральный туннель но я понимаю почему это не сделано потому что технически это очень сложно достаточно сложные работы по нанесению мастичного антикора сюда поэтому это не сделано я бы сделал можно сделать это жидким антикором не обязательно мастичным тем более что здесь вот есть элементы воды тросика ручника во внутрь кузова вот это все тоже будет подвержена коррозии и защитить это можно достаточно жидкого антикора здесь защита это недостаточно для топливных и тормозных трубок здесь предусмотрен пластиковый тоннель который защищает от внешних воздействий их но естественно антикор на эти трубки не нанесен а именно здесь будет скапливаться влага то есть от внешних воздействий от ударов все правильно защита хорошая но влага будет скапливаться на этих трубках на соединениях которыми крепятся эти трубки к днищу и там возможно коррозия которая будет приводить к отказу тормозной или топливной системы скептики могут сказать что это может произойти не скоро там через 10-15 лет бывают случаи когда это происходит и раньше поэтому дополнительный антикор здесь необходим можно пользоваться также жидким антикором именно сюда наносить на трубке его и в открытом доступе я вижу что достаточно много трубок вот задняя тормозная трубка в открытом доступе они стальные магнит магнитит топливные трубки из бака вот выходят тоже в открытом доступе их нужно дополнительно защитить сложится вопрос ты рекомендуешь защитить топливные трубки которые находятся топливные тормозные трубки которые находятся в этом пластиковом туннеле как это можно сделать легко вы даже это можете сделать сами достаточно просто залезть под машину и вот так вот наложить жидкий антикор это будет достаточно хорошая защита вам это можете сделать вручную абсолютно для этого не нужны специалисты не нужен специализированный центр не нужно каких-то манипуляции но этой защиты будет с избытком на то чтобы в процессе эксплуатации минимизировать риски возникновения коррозии именно на этих трубках задняя часть нищего автомобиля защищена дополнительно мастичным антикором в принципе правильно логично опять же не полностью где-то нужно не пренебрегать этим и полностью поверхность защитить отсюда хорошо видно что из себя представляют задние колесные арки то есть колесные арки закрыты полностью пластиковым блокером но вот здесь ниша через которую видно что они себя представляют завода да то есть пограшенный металл и частично туда долетел факел от антикора и мы видим есть больше ничего нету то есть я бы не пренебрегал это этим элементом защита этого элемента и обязательно его защитил бы дополнительно антикором наша технология позволяет без демонтажа колесных арок туда зайти с антикором надежно его пролить внимательно рассмотрим что из себя представляет заводская защита колесных арок передняя арка стоит частичный локер но он из частичных так скажем достаточно внушительных размеров остается незащищенной только вот это вот внутренняя часть колесной арки рядом со стойкой здесь она дополнительно защищена мастичным антикором ну в принципе если это так то этого достаточно а то что блокер стоит завода изготовителя это уже хорошо пластиковая накладка которая защищает край крыла отличный дизайнерский ход и с точки зрения практичности этого автомобиля это просто изумительно то есть не увидим мы на этом краю никаких появлений жуков то что обычно очень сильно расстраивает любого автолюбителя очень правильно завод изготовитель подошел к этому делу ну и также эта пластиковая защита переходит на пороги и на низ дверей в наших условиях просто идеальное решение так посмотрим что из себя представляет дренажные отверстия дренажные отверстия большие их четыре штуки дополнительным антикором с завода они пролиты я вижу избыточное подтекание абсолютно правильно сделано все дренаж большой отвод влаги обеспечен не закрыт резинкой уплотнение двери задняя дверь ситуация такая же даже здесь дренажные отверстия в более удачном месте расположены то есть отвод влаги здесь тоже обеспечен хороший резинка уплотнения не закрыта дополнительный антикор присутствует так задняя колесная арка защищена полным блокером новому владельцу не надо будет беспокоиться о том что что то здесь поставить дополнительные защитить так рассмотрим багажник дренаж тоже есть три отверстия достаточно больших они они тоже не закрываются уплотнением багажника от лопат влаги обеспечен через отверстие я вижу что дополнительный антикор сделан либо заводской либо дополнительный же у дилера все правильно так и надо ну что внимательно рассмотрим что у нас под капотом в этой машине важная внутренняя поверхность крышка капота дренажных отверстий достаточно много и я могу без эндоскопа удостовериться в том что в этой внутренней поверхности отсутствует любой заводской консервант любой дополнительный антикор что неправильно поэтому рекомендую его нанести сюда для того чтобы минимизировать возникновение риски возникновения коррозии именно вот в этой части капота вот в нижней кромке капота внимательно смотрим подкапотное пространство то есть наружная часть передних стаканов передних лонжеронов брызговика не обработана ничем то есть заводское покрытие краской все я не я бы не пренебрегал защитой вот этого элемента и еще важно вот здесь очень хорошо просматривается внутренняя поверхность крыла переднего да и стык ее с локером да тоже поверхность изнутри ничем не обработана вот и там как раз вот электрооборудование повторитель поворота виден на то есть я бы защитил дополнительно не так дорого зато надежно переднее крыло изнутри будет защищено ну и подкапотный весь отсек давай рекомендации о том что неплохо бы защитить подкапотный отсек этого автомобиля до возникнет вопрос а что нужно делать автовладельцу обратиться куда-то сервисный центр специальный антикоррозийный да это правильно обратиться либо самому точно также взять антикор жидкий и сделать вот так вот нанести вот на поверхность я наношу его на поверхность не только кузов но и на всю электропроводку то есть наш антикор которым я это нам делаю является диэлектриком потай поэтому он минимизирует в риск возникновения отказов электрооборудования покрывает защитной пленкой и электрооборудование поэтому демонтаж всего того что здесь вот на наружной части брызговика прикреплена не нужно ну что какие вы выводы мы можем сделать машина сделано хорошо с точки зрения защиты от пескостроя из-под колес то есть пластиковая защита порогов пластиковая накладка на колесные арки очень хорошо все в этом плане да по днищу в принципе заводской защиты дополнительной нету 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 поверхности которые зашиты пластиком как в немецких автомобилях да может быть в этой машине этого и не надо достаточно того что сделан пластиковый тоннель который защищает трубки тормозные топливные от внешних воздействий но дополнительного текора особенно в скрытых полостях в этой машине никто не отменял он необходим его можно сделать и в дальнейшем эта машина будет долго служить своему владельцу и ну то и есть и и и и и и и